Вот как люди из Екатеринбурга у нас ездят. Посмотрите, вот на автобусе вот так вот подрезает просто девушку за рулем, которая была белого автомобильчика. Вот это чмо на тонированной машине с вот этими номерами. Е143NE196 вот так вот подрезает и типа потом извиняется. То есть заставил девушку оттормозиться, испугаться. Ну она реально ничего не подозревала, она не видела, что он поворот не включил. А почему не видела? Да потому что этот петух затонировал свою машину со всех сторон, все закрасил краской из баллончика и вдруг собрался поворачивать направо из ряда, который прямо движется. И вот так вот ее подрезал и ну посмотрите, ну это же нормально. Девушка сидит, видно что девушка сидит, можно так делать ее. Никто не выйдет сбитой, не настучит по твоей башке в твоей тонированной машине. Вот это что за знак, ребят, напишите. Это знак, наверное, сообщества каких-то петухов, которые подрезают девушек на черных тонированных микроавтобусах с иногородними номерами. Может быть он, конечно, купил эту тачку и сейчас такой ездит, типа гордый орел. Но вот знаете, такой вот чму у нас ездит по кургану с таким номером. Все знаете, что он исполняет и типа потом извиняется. Типа потом извиняется. То есть при всех раскладах она бы могла бы просто его ударить, но зачем ей эти проблемы нужны? В бочину бы ударила и был бы он виноват. Ну что потом, зачем? Чинить потом машину, не рынчить, со страховыми ходить. А вот это чмо, оно думает, что так вот можно. Ну я понимаю, что там ремонт типа перекрыто дальше, да, вот это вот Карла Маркса. Но можно же было из этого ряда повернуть направо. Можно было из этого ряда повернуть направо, не создавая никакой аварийной ситуации. Нет, нужно было резать, нужно было оттормаживать. И нужно было потом по петушинам и мигать так аварийкой. Если бы я был за рулем, разговор бы был другой. И вообще к любителям тонировки обращаюсь. Вы просто маленькие напуганные детишки, которые спрятались за тонировкой, как за шторкой у мамки там в комнате. И творите, значит, всякую дичь на дороге. Ну, замечено же, ребят, что те, кто за тонировкой, они творят всякую дичь. Особенно такие вот дешевые, быдло-понтливые варианты. Типа, ну тачка у тебя говно, да, но если ты ее затонируешь в круговую, да, и типа еще из топори закрасишь фары, там она у тебя угрожающе сразу станет выглядеть. И ты сразу чувствуешь себя не таким маленьким мальчиком, которого все обижали в школе, да, а таким нормальным мачо. Ты спрятался за тонировкой и побежал, поехал подрезать девочек на белых машинках. Ну ты крутой, но ты не мужик. Ты не мужик, ты чмо. Ты чмо, ты ноль. Ты сидишь за тонировкой за своей, и ты ноль. Ты черт и лошара, короче. И смотри, я-то сижу, может быть, там сзади, за задней тонировкой с битой. Понял? Субтитры сделал DimaTorzok